Меня зовут Василий, я инженер технической поддержки Милосибирского обособленного подразделения компании Alloprint. Сегодня я сделаю для вас обзор современного спутникового оборудования Trimble. На текущий момент оно представлено приемниками R1, Geo7X, R2, R8S, модульным приемником R9S и флагманом R10. Начнем обзор с ГИС приемника R1. ГИС приемник R1 это компактный, прочный и легкий приемник, который позволяет собирать данные профессионального качества с помощью любого мобильного устройства, связанного с ним по Bluetooth. Он создан для профессионалов, работающих в области картографии и ГИС и может применяться в самых различных организациях, таких как природоохранные службы, правительственные учреждения или коммунальные службы. Приемник Trimble R1 позволяет записывать высокоточные данные о местоположении объектов с помощью привычного устройства, например, смартфон, планшет, либо защищенный полевой, либо планшетный компьютер. На следующем слайде мы видим внешний вид приемника Trimble R1. Приемник Trimble R1 удобен при сборе полевых данных. Благодаря отсутствию кабельных соединений приемник с удобством можно разместить на ихе. Также его можно положить в карман жилета, либо прикрепить к поясу с помощью специального дополнительного ремешка. Корпус защищен от повреждений при ударах и случайных падений обрезиненными краями. На корпусе расположены всего два светодиодных индикатора, которые позволяют определить, в каком состоянии сейчас находится приемник. Также приемник имеет одну кнопку, которая позволяет включить, выключить приемник, либо изменить настройки Bluetooth, соединения Bluetooth, то есть перевести его в режим спаривания с устройством. На торце устройства расположен разъем для внешней антенны. Сейчас я указочку включу, попробую. Вот он разъем для внешней антенны. На задней стороне приемника расположен USB разъем для зарядки и обновления МПО приемника. На всех разъемах есть заглушки, которые предохраняют этот приемник от влаги или технические данные этого приемника. Устройство поддерживает работу с несколькими спутниками и созвездиями на частоте L1, включая GPS, GLONASS, GALILEO и Beidou. Это делает его по-настоящему универсальным решением. В зависимости от местоположения необходимого уровня точности можно воспользоваться возможностями GNSS позиционирования в реальном времени, практически в любой точке планеты. Используя в качестве системы источников поправок системы SPAS, BRS, RTX сети. Также можно пользоваться поправками через ENTERID. Для более высокого качества приема, как я уже говорил, можно подключить внешнюю антенну. Приемник поддерживает большинство современных протоколов поправок. Максимальный достижимый уровень точности этим приемником 50 см. Вообще он субметровый, но при использовании поправок через ENTERID можно достигнуть максимум 50 см. Коммуникация с приемником может осуществляться с помощью microUSB порта, который служит для обновления МПО и зарядки. Также можно соединить приемник по Bluetooth. Приемник не имеет УКВ либо GSM модема. Он достаточно мало весит, всего 187 грамм. Небольшой по габаритам, как видно на слайде, он достаточно легко умещается на ладони. И позволяет брать его с собой на любые объекты. Прибор имеет пыль и влагозащищенность по стандарту IP65. Этот прибор выдерживает падение с высоты 1,2 метра на фанеру, лежащую на бетоне. Внутреннего аккумулятора хватит на целый день работы без подзарёвок. Протоколами, то есть приемник общается с протоколами NMEA версии 4 и двоичным протоколом Trimble, что открывает следующие возможности. Приемник R1 можно легко и быстро встраивать в любые технологические процессы сбора данных, используя либо ПО Trimble для картографии GIS, например, такое ПО, как TerraFlex, TerraSum и Trimble Positions, либо приложение сторонних разработчиков, например, OneStar 7. Независимо от типа используемого мобильного устройства, программное обеспечение для профессионального сбора данных Trimble всегда позволит наполнить GIS актуальными данными и качественными, которыми можно доверять. Перейдём к стандартной комплектации устройства. В комплект поставки приемник поставляется в картонной коробке. В ней находится сам приемник. Есть короткая инструкция, чехол с креплением на ремень. Также в коробке находится зарядное устройство microUSB с кабелем длиной 1 метр. И набор розеток для разных стран. Если подвести итоги, можно заключить, что Trimble R1 это универсальный, практичный, точный и прочный GNSIS приемник для GIS целей. Следующий приемник, чуть более интересный. Это приемник, портативный приемник Trimble Geo 7. Это надежный, портативный приемник с программным обеспечением Trimble Access, которое всем прекрасно знакомо для тех, кто работал ранее с оборудованием Trimble. Он представляет собой завершенное решение, которое позволяет сделать высокоточные измерения и съемку с рук более простыми, эффективными и универсальными. Следует выделить технологию устранения теней при прохождении спутниковых сигналов Flood Life, которая позволяет контроллерам серии Geo 7 снизить воздействие теней при прохождении спутниковых сигналов для вычисления большего количества координат и повышения точности. Контроллер Geo 7X оснащен также компасом, аксиларометром, который позволяет определить наклон контроллера в процессе сбора данных, ориентации также. Благодаря технологии FlightWave контроллер можно использовать для измерения расстояний и углов до удаленных предметов, а также можно измерять размеры. внешний вид контроллера. На лицевой стороне приемник имеет 4,2 дюймовый сенсорный дисплей, две программированные клавиши и кнопку включения камеры и дальномера. Под ними находится микрофон и динамик. Посередине находится кнопка начальная страница, которая также слушает для включения и выключения прибора. над ней находятся три светодиода, которые отображают статус батарей, приема спутников и состояние соединения с интернет. Встроенная ГНСС антенна находится наверху контроллера. Вот в этом месте. Для того, чтобы измерить какую-то точку, вам необходимо именно спозиционировать ГНСС антенну над этой точкой. Справа, наверху экрана находится датчик освещенности. Вот эта белая точка. Он позволяет автоматически настраивать подсветку экрана. С левой стороны находится порт для подключения внешней антенны. Порт для подключения внешней антенны. И слот для сим-карты. С правой стороны находится слот для SD-карт. Объем до 32 гигабайт. На задней стороне находится коннектор для модулей. Вот здесь он расположен. Для таких модулей, как, например, модуль лазерного дальномера. Здесь еще картинка есть уже с подключенным лазерным дальномером. Рядом с коннектором находится вентиляционное отверстие барометра, которое позволяет увеличить качество и точность съемки. Рядом, также на задней стороне, есть место для хранения стилуса. На торце Geo7X находится 5-мегапиксельная камера с автофокусом и с функцией геопривязки изображений. Внизу находится отсек для батареи. Здесь самое Geo7X включается. И также мини-USB порт для подсоединения устройства к персональному компьютеру. На всех разъемах имеются заглушки. В целом, контроллер имеет прочную геометическую геометическую конструкцию. Приемник имеет пыль и влагозащищенную стандарту IP65, выдерживает падение в выключенном состоянии с высоты на фанеру, уложенную на бетон. Технические характеристики этого контроллера. Geo7X имеет мощный процессор с тактовой частотой 1 ГГц. Этот процессор также имеет графический сопроцессор. В контроллеру установлено 256 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Управляется устройство операционной системой Windows Embiid Handheld версии 6.5, на которой установлено, как я уже говорил, привычный всем 3 МБ Акцесс. Из беспроводных интерфейсов в контроллере присутствует Bluetooth и Wi-Fi модули, а также поддержка сети 3.5G. С помощью имеющихся беспроводных интерфейсов можно обеспечить доступ в интернет для приема поправок. Приемник поддерживает все современные протоколы поправок. Geo7 и GeoX7 оснащен 220-канальным чипом Maxx6, который поддерживает работу со спутниками сигналов всех существующих и планируемых созвездий ГНСС, а также дополняющих их дифференциальных систем. Кроме того, будучи полноценным сетевым приемником, при нахождении вне сети системы позволяет сохранять данные для постобработки в программном обеспечении Trimble Business Center. Точность приемника может варьироваться в зависимости от использования внешней режима СС-антенны. При работе в режиме РТК с внешней антенной точность заставляет 10 мм в плане по высоте, в плане и 15 мм по высоте, плюс 0,5 мм на 1 км СКО. При использовании встроенной антенны точность в плане 25 мм и 25 мм в плане 40 мм по высоте, СКО 1 мм на километр. В статике при использовании внешней антенны достигается точность 3 мм в плане и 3,5 мм по высоте, плюс 0,5 мм на километр СКО, соответственно, при использовании внешней антенны. На мой взгляд, особый интерес в этом устройстве представляет модуль лазерного длинномера. Он позволяет выполнять съемку даже в случае, когда подойти к точке невозможно из-за опасных условий, либо ограничений доступа к территории. Для получения координат достаточно навестись на точку, используя модуль камеры. Максимальное доступное расстояние для измерения это до 120 мм без отражателя и 200 мм с отражателем. Ошибка измерения расстояния составляет 5 см. Помимо всего прочего, устройство имеет поддержку по такову NMEA, которая может использоваться как Windows Mobile приложениями для сбора данных, так и внешними устройствами, такими как трассы-кабель-искатели, либо эхолоты. Перейдем к стандартной поставке. Комплектация. Устройство поставляется в двух вариантах. С модулем лазерного длинномера и без. В комплект стандартной поставки входит сам приемник, внешняя антенна Zephyr Model 2, ровер, транспортировочный кейс, антенны кабеля, кронштейн, крепление на верху, два аккумулятора для контроллера, сетевое зарядное устройство, кабель USB, два стилуса, наклейки для устройства, и защитные наклейки для экрана, ремешок на запястье, а также в комплект входит мягкий чехол, ну соответственно лицензия Trimble Access General Survey и опционально, в зависимости от конфигурации, модуль лазерного длинномера. Кроме всего прочего, можно позаботиться о дополнительных принадлежностях. Это, например, кабель автомобильного зарядного устройства 12 вольт, набор сменных крышечек для SD, USB и SIM, заглушки для антенны, которые, возможно, будут теряться при работе в поле, кабель GNSS антенны 5 метров, монопод телескопический с зажимом 1,3 метра для выполнения съемки с рук без использования внешней GNSS антенны, USB-ком кабель, то есть мини-USB-ком кабель. Также можно приобрести морозустойчивый кабель 3 метра с усовершенствованным разъемом. Также можно покупать стандартные принадлежности отдельно, которые есть уже в стандартной поставке. Следующим приемником в нашем обзоре будет GNSS приемник Trimble R2. Trimble R2 это универсальный, достаточно гибко настраиваемый роллерный приемник, который создан специально для профессиональных геодезистов, картографов и ги-специалистов. Для получения надежных и точных данных в реальном времени, для получения простой настройки и использования приемник Trimble R2 может использоваться как с любым контроллером Trimble, с программным обеспечением Trimble Access, так и с обычным смартфоном, либо планшетным компьютером на базе различных операционных систем. R2 позиционируется как бюджетный вариант моноблока, который пришел на смену R4 и R6. Как и последнее поколение R4 и R6, этот приемник имеет поддержку всех спутниковых систем. Сделан он, конечно, в немного другом форм-факторе, более легкий, более компактный. Кстати, если вы следите за новостями в нашей группе ВКонтакте, то наверняка знаете, что этот приемник уже получил российский тип средств измерений и внесен в ГОС-реестр. Перейдем к внешнему виду приемника. Внешний вид, как я уже сказал, приемник маленький, компактный, легкий. На нем имеется всего один USB-порт. Он находится на задней стороне приемника, на прямой стороне. В качестве устройства управления на передней части доступна всего лишь одна кнопка со световым индикатором. Этот индикатор имеет всего два цвета, желтый и зеленый. Три режима, быстрое, медленное мигание и непрерывная световая индикация. С помощью комбинации этих цветов и световой индикации можно определить, в каком состоянии находится приемник. Например, идет накопление данных, либо прием РТК по праву. Также на правой стороне приемника находится батарейный отсек. Я думаю, его и так, батарейный отсек. Теперь он выглядит так. Внизу приемника расположен порт для УКВ-антенны. Этот порт есть у модели с УКВ-радио. И расположено крепление для ВИХИ. Приемник небольшой, всего 11 на 14 сантиметров и весом чуть больше килограмма. Он легкий, компактный, как я уже говорил, пыль и влагозащищенный по стандарту IP65. Он выдерживает падение на плоские и угловые и витонные поверхности с высоты, с ВИХИ высотой 2 метра. Батарея. Перейдем к нововведению, к новому батарейному отсеку. На мой взгляд, отсек для батареи выполнен более надежно, чем в том же R4 и R6. Используется стандартный, стандартный этионный аккумулятор 7,4 на 2800 мАч в режиме подвижного, такой же как R8s, в режиме подвижного приемника батареи хватит на 5 часов. В режиме базового приемника он работать не может, только может записывать статику, потому что это позиционируется как роя. USB-порт этого приемника можно использовать для питания. В частности, можно воспользоваться популярным сейчас устройством как Powerbank, который заряжает телефоны. В этом случае можно работать с ним, с этим приемником и будет запитываться Powerbank. Технические характеристики этого приемника. Приемник R2 способен работать со всеми существующими GENSS системами и дополняющими их системами. Имеет встроенный процессор Trimble Maxwell 6 с 220 каналами, обеспечивает высокую точность и надежность определения координат. В этом приемнике применяется технология Trimble Flow Light для снишения эффекта затенения сигналов в сложных условиях приема. Для достижения высокой точности позиционирования в реальном времени есть возможность воспользоваться разными источниками поправок, такими как RTK, WDS-сети, сервисы поправок вне ДЭСК и Trimble RTX. R2 поддерживает все современные протоколы поправок. Точность при работе в RTK в плане составляет 10 мм, по высоте 20 мм, плюс 1 мм на километр СКО. Тип решения у данного приемника, несмотря на то, что он достаточно новый, фиксированное плавающее, не так как в Trimble R10, допустим, HDBNSS используется. У R2 есть 48 мегабайт встроенной памяти для записи статики и для последующей обработки в программном обеспечении Trimble Business Center. Приемник также имеет USB-порт для подключения к ПК, Wi-Fi для доступа к веб-интерфейсу и конфигурирования приемника. Wi-Fi позволяет конфигурировать приемник с любого устройства, у которого есть Wi-Fi, будь то смартфон, либо персональный компьютер. Также на приемник может управляться по Trimble Access, либо Trimble TerraFlex. Также есть две модификации приемника с радиомодемом и без. При наличии встроенный УКВ модем имеет диапазон частот от 400 до 473 МГц. Работает только на прием. Как я уже говорил, этот приемник чистый ровер может только принимать поправки, а не передавать. Этот приемник очень гибок в конфигурировании. Существует множество разных конфигураций, начиная с RTX, столько RTX, которые обеспечивают точность не для геодезии. То есть, там может быть, хотя бы геодезия при использовании CenterPoint. То есть, от 4 до 50 сантиметров. Но, также есть более усовершенствованные конфигурации. Сантиметровая, дециметровая и субметровая. У нас в наличии есть конфигурация RTX-Only Rover, для которой доступны опции GLONASS, GALILEO, BIDO. Также этот приемник работает с сантиметровой точностью RTK-Rover. Комплектация. При стандартной комплектации это приемник, две батареи, зарядное устройство для двух батарей, USB кабель, УКВ-антенна, для тех моделей, у которых есть УКВ-моден, и короткая инструкция. Стоит обратить внимание, что блок питания для зарядного устройства сейчас не поставляется в комплекте стандарта. Поэтому обязательно придется докупить блок питания и пакет Trimble Business Center стандартный. Также желательно для приемника заказать транспортировочный кейс, так как приемник поставляется в картонной коробке. Дополнительные аксессуары к этому приемнику. Блок и кабель питания, европейский, как я уже говорил, у нас отсутствует стандартной поставки. Адаптер для прикуривателя к зарядному устройству. Запасная батарея. Угловой USB кабель, который очень удобно крепится сзади к приемнику и не падает при работе. Такой кабель может быть как 3 метра, так и 1-2 метра. Обычный USB кабель. Транспортировочный кейс. Вешечка. 1 фут. Виха без бипода. Раздвижная виха. Ну и антенна, соответственно, для моделей с обстроенным радиомолдом. Следующий приемник в нашем обзоре это GNSS приемник Trimble R8S. Он идет на смену предыдущим поколениям R8. Это промежуточная модель. Еще не премиум, но уже не бюджетный вариант. От предыдущих моделей его отличает не только обновленный дизайн, но и его способность очень гибко конфигурироваться. Так же, как и предыдущие модели, он не имеет встроенного сразу модема UKV и GSM. Так же необходимо менять модули UKV и GSM. Придется выбирать между этими модулями. Тип решения все так же RTK, плавающая и фиксированная. То есть, так же нет технологии HD и GNSS. Перейдем к внешнему виду этого приемника. Как вы видите, он достаточно похож на приемник R8. Расположение портов, UKV модуля, GSM модема и батарейного отсека аналогичное R8. Немного изменена панель со световыми индикаторами и кнопкой включения. Но это скорее косметические изменения. То есть, изменили только их расположение и цвет. Тримбл R8s легко интегрировать с последними технологиями Тримбл, такими как на представном, на вершечке, фотостанция V10, либо отражатели для электронных фотохиометров серии S. Перейдем к техническим характеристикам этого приемника. Приемник имеет точно такой же процессор, Maxwell 6, как в R8 четвертого поколения с 440 каналами, который поддерживает работу со спутниковыми сигналами всех существующих и планируемых созвездий, а также дополняющих их дифференциальных подсистем. Особых изменений с R8 четвертого поколения нет. Основное его отличие – это его опциональность и гибкость. В выборе конфигурации. Точность, которая достигается при работе в РТК, плата такая же, поэтому точность при работе в режиме РТК 8 мм в плане, по высоте 15 мм, плюс 0,5 мм на километр, среднеквадратичная ошибка. При работе в статике достигается точность в плане 3 мм, плюс 0,1 мм на километр СКО, по высоте 3,5 мм, плюс 0,4 мм на километр СКО. Для записи статических измерений приемник имеет 56 МБ встроенной памяти. Съемная батарея приемника позволяет работать ему 2,5 часа при работе в качестве базы с уковой моделем, либо 5 часов при работе в качестве роевера. Приемник имеет пылевлагозащищенность по стандарту IP67, то есть он уже более защищен, чем обозреваемые ранее приемники. Возможно кратковременное погружение его в воду на глубину до 1 метра, а в выключенном состоянии выдерживает падение на бетон свихи высотой 2 метра. Из коммуникативных возможностей этого приемника в нем присутствует встроенный 3G модем. Это также одно из основных отличий от старых версий R8. Там был текст модем 3G. Поддерживает мировые стандарты, все мировые стандарты сотовой связи, поэтому имеют в конфигурации с 3G модем все диапазонные антенны. Следующим диспроводным интерфейсом является УКВ-радио. Так, широкополосное УКВ-радио. Диапазон частот широкополосного УКВ-радио 403-473 МГц. Имеет также широкополосную антенну. Теперь поддерживаются протоколы Trimble, Pacific Crest и Satell. Мощность передачи при работе в качестве базы 0,5 Вт. Ну и так же, как и предыдущие поколения R8, он может работать в качестве ретранслятора. Следующий приемник это Trimble R9S. Это модульный GNSS приемник, который пришел на смену R7. Дело в том, что в ряде отраслей необходим модульный приемник. R7 не менялся уже очень давно. И он уже перестал устраивать людей, так как в нем используется только GPS и GLONASS. Поэтому назрела острая необходимость в обновлении уже модульного решения. Вот так он выглядит. То есть, как можно заметить, приемник очень похож на NetR9. На панели приемника есть 7, есть экран и 7 кнопок управления, которые позволяют делать основные операции. На задней панели есть 4 порта. Это порт УКВ-антенны при наличии, если конфигурация приемника с УКВ-моделом. Также порт для подключения внешней GNSS-антенны, 26-контактный мультипорт, который позволяет подключать различные устройства через адаптеры. Например, внешние накопители, Ethernet кабель, либо Comport, а также внешнее питание от сети. Ниже расположены вот эти адаптеры, вот так они выглядят. То есть, есть адаптер, к которому можно подключать внешние накопители, есть адаптер, который позволяет подключать приемник к компьютеру через USB, и есть адаптер с комп-портом. Также на всех адаптерах имеется гнездо для запитывания приемника от сети и Ethernet-порт. Кроме мультипорта, имеется порт LEMO7. Это стандартный порт для приемников Trimble. Через него также возможно, как и раньше, подача питания. Технические характеристики этого приемника. Приемник имеет точно такой же процессор, как и предыдущий приемник R8S Maxwell 6, усовершенствованный Maxwell 6 с 440 каналами, отслеживает все спутниковые созвездия. Приемник имеет те же точностные характеристики, что и R8S. Поддерживает все протоколы, все современные протоколы поправок. Имеет 52 МБ внутренней памяти. Тип решения у него точно так же RTK плавающая, фиксированная. В отличие от HDGNSS, которая, например, доступна в NETR9. Еще одно отличие от NETR9 в том, что у него нет Wi-Fi. Но подключить приемник к сети можно, используя Ethernet-порт в адаптере. Приемник имеет встроенную батарею, рассчитанную на 11 часов работы в качестве УКВ базовой станции. И 13 часов в качестве подвижного приемника. Приемник герметичен, выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра. Имеет пыльевлагозащищенность по стандарту IP67. Выдерживает падение с высоты 1 метра на твердую поверхность. Приемник может использовать два типа антенн. То есть, если для базовой станции желательно выбрать Zephyr Geodetic 2. Для роверного комплекта, соответственно, выбрать Zephyr Rover 2. Также есть модели, которые поддерживают широкополосное УКВ радио. В таком случае диапазон частот варьируется от 400 до 473 МГц. Также антенна широкополосная. Поддерживается протокол Trimble, Pacific Crest, Satell. Мощность передачи, в отличие от R8s, от 0,5 до 2 Вт. Ну и также работает в качестве ретранслятора. Как вы уже заметили, эти два приемника достаточно похожи между собой. Поэтому я сделал два слайда с их общими характеристиками и различиями. Общие характеристики. Это такие характеристики, как технология Trimble 360. Поддержка всех спутниковых созвездий и группировок дифференциальных поправок. Также тип РТК решения, фиксированное плавающее. Встроенный УКВ модем. Также режимы работы, постпроцессинг, РТК база, РТК, ВРС, Ровер. У обоих приемников есть веб-интерфейс. Управлять приемниками можно с помощью Trimble Access, контроллерами Slate и TCC3. Также можно использовать Android-приложения для записи дамы. Впоследствии эти данные можно обработать в программе Trimble Business Center. Отличия R9 от R8s. R9 поддерживает RTX, соответственно, поддерживает X-Fill. В R9 нет конфигурации с GSM моделом. У него есть очень удобный дисплей на передней панели. USB-порт благодаря мультиадаптерам. Возможность записи файлов на внешние носители. COM 3 можно сделать также через адаптер Ethernet-порт. Через адаптер. В нем несъемная батарея. И у КВ модем гораздо большей мощности 2 Вт. И поставляется один он с антенной. Зефир, либо зефир геодетика. Для использования сервисов RTX и X-Fill R9s необходимо подключенная опция CMR Input. Конфигурации Rover Only и BasinRover уже имеют эту опцию CMR Input и готовы к использованию RTX. Но для этого нужна подписка. Для конфигурации Base Only потребуется приобретение опции CMR Input для использования RTX. Также нужна подписка. Сервер X-Fill активирован по умолчанию для конфигурации Base Enrover. И после модификации от КОП Air Base Only, либо Rover Only до полной системы Base Enrover. В таком случае, также он ограничен 5 минутами. Но если есть подписка RTX, то этого ограничения нет. Эти приемники имеют очень негибкую конфигурацию. То есть, можно от самого простого приемника PP Only, это запись статики A1, можно прокачать, можно так выразиться, приемник до самой крутой конфигурации Base Enrover. То есть, в промежутке существуют еще конфигурации Base Only для отправки поправок и Rover Only для приема поправок. Также можно дополнять по одной необходимой опции. То есть, помимо модернизации на следующий уровень, можно какую-то определенную опцию, то есть, она вам нужна подключить к этим приемникам. Стандартная комплектация R8S. Есть три комплектации без модема, с УКВ модемом, с GSM модемом. То есть, во все комплектации входит сам приемник, меняется только тип антенны, ну и тип модема. Транспортировочный кейс можно выбрать либо для одного приемника, либо сразу для двух приемников. Также в комплект не входит блок питания. И нужно будет приобрести программное обеспечение TBC стандарт. Стандартная комплектация R9S. Есть две модификации с модемом, с модемом и без УКВ модема. В комплектациях есть сам приемник, радиоантенна при комплектации с УКВ модемом. Транспортировочный кейс, адаптер 26-пин. Там на нем расположен USB Type-B, благодаря которому можно подключить приемник к компьютеру, порт для питания от сети и Ethernet. Также в комплекте есть USB кабель USB-USB Type-B. Помимо всего прочего, необходимо будет приобрести антенну Zephyr Rover, либо Zephyr Geodetic, ну в зависимости от тех целей, для которых планируется использовать этот приемник. Также нет в комплекте блока питания. И необходимо будет приобрести версию Trimble Business Center стандарт. Данные приемники для более наглядного представления положения приемников R8 и RS можно посмотреть на вот этот график. Благодаря гибкости конфигурирования они могут удовлетворять все возникшие потребности производства. Однако есть и премиальный сегмент. Это всем известный приемник Trimble R10, о котором мы сейчас и поговорим. Gnessus приемник Trimble R10. Это компактное, мощное, премиум решение от Trimble. В нем заключены самые современные технологии, такие как Trimble HD GNSS, Trimble Shure Point, Trimble Setup Point RTX и Trimble XFill. Перейдем к техническим характеристикам данного приемника. Мощная технология Trimble 360 позволяет этому приемнику поддерживать работу со спутниковыми сигналами всех существующих и планируемых созвездий GNSS и дополняющих их дифференциальных подсистем. Процессор Trimble HD GNSS обеспечивает существенное время, меньшее время сходимости, а также повышенную точность и надежность решения при укороченных сеансах измерений. В R10 мы уже уходим от обычного подхода против фиксированного и плавающего решения. Благодаря технологии HD GNSS мы можем оценивать точность, с которой ведется съемка. Благодаря технологии Chure Point, которая постоянно отслеживает вертикальное положение ВИХИ и обраковывая точки, которые находились вне допуска наклона ВИХИ. Теперь при съемке не обязательно смотреть на пузырек, который находится на ВИХИ, достаточно смотреть на экран контроллера, там есть этот пузырек. Также реализована съемка в автоматическом режиме, без нажатия вообще кнопки на контроллере. Благодаря технологии XFIL можно продолжить съемку даже при потере связи с базовой станцией в течение 5 минут. R10 поддерживает также все актуальные протоколы поправок. Точность этого приемника при работе с РТК в плане 8 мм, 15 мм по высоте плюс 0,5 мм СКО. Достижимая точность в статике 3 мм плюс 0,1 мм на СКО. А по высоте 3,5 мм плюс 0,4 мм СКО. В контроллере достаточно много встроенной памяти, это 4 гигабайта. Этого хватит на 3 года записи статических измерений. То есть, если будет запись вести каждые 15 секунд, в среднем от 14 спутников, будет получаться примерно 1,4 мегабайт АВД. Перейдем к беспроводным интерфейсам этого приемника. В Trimble R10 есть 3.5G модем, который может подключаться ко всем видам связи сотовой. Также реализован очень удобный доступ к сим-карте, то есть не нужно ничего разбирать, ничего откручивать отвертками. Она вставляется легко, как в мобильный телефон буквально. Также у него встроена сотовая антенна. Не надо как на R8S менять модули, здесь уже сейчас встроена и укавая антенна, и сотовая антенна. Приемы, передающие укавой модем. Этот укавой модем, он широкодиапазонный, в диапазоне от 410 до 470 МГц. Он может работать только на прием, прием плюс передача 0,5 Вт, либо прием плюс передача 2 Вт. Trimble R10 может подключаться, то есть данные с Trimble R10 можно получить разными способами. Его можно подключить к персональному компьютеру с помощью компорта, либо USB соединения, в таком случае он определится как флешка, Bluetooth, либо по Wi-Fi через веб-интерфейс. Настройка работы и просмотра состояния приемника возможна через веб-браузер, мобильный браузер. Тогда автоматический интерфейс будет изменен в размере для удобства его пользования с малым дисплеем. Также стоит заметить, что в комплекте есть переходничок для USB флешки, который позволяет скачивать данные с приемника прямо в поле. Перейдем к батарее. Батарея очень мощная в этом приемнике, 3,7 Ач. У нее есть световой индикатор уровня зарядки, то есть при нажатии на клавишу, возможно узнать, вот эту клавишу, будет показан на светодиодных индикаторах текущий уровень батареи. Всего батареи в комплекте 2. Заряжается батарея 3 часа и может работать с уковым модемом на прием 5,5 часов, с уковым модемом на прием-передачу 4,5 часа. Соответственно, с уковым модемом на прием-передачу 2 Вт 3,7 часов. С уковым модемом время увеличивается до 5 часов. Также интересной особенностью этого приемника является быстросъемный адаптер, который позволяет быстро и безопасно снять приемник с вихи и обеспечивать точное и устойчивое соединение между вешкой приемника. Этот приемник существует в двух конфигурациях Trimble R10 и Trimble R10 LT. В R10 доступны такие функции. Основные их отличия это в доступности функции технологии Shiver Point, электронный уровень и компас, технология Trimble X-Fill, технология Center Pointer TX и OmniStar. То есть в комплектации Trimble R10 все эти технологии присутствуют, а в облегченной комплектации Trimble R10 LT этих технологий нет. Стандартный комплект поставки это непосредственно кейс, приемник, аккумуляторные батареи, две штуки, комплект зарядных устройств, быстросъемный адаптер, кабель USB LEMO7, благодаря которому возможно скидывать данные прямо в поле, и УКВ антенна. Хотелось бы отметить такой очень важный шаг в конфигурировании приемников. Это появление утилиты Trimble Installation Manager. Эта утилита способна обновлять программное обеспечение для приемников R8 и R9S. Также возможно посмотреть гарантийные сроки поддержки и свойства устройства. Можно настроить радиомодуль, также посмотреть список доступных модернизаций. Но, к сожалению, для приемников R2 и R10 возможно пока только обновление по приемникам. Также с помощью этой утилиты вы можете обновить легко Trimble Access до последней доступной версии на вашем контроллере. Не задумываясь о скачивании дополнительных файлов, утилита сама определит срок гарантии и скачает последнюю доступную версию для вас. Также следует отметить Android приложения, которые доступны в Play Market для использования с этими приемниками. Это приложение RTX Post Processing, которое позволяет пользоваться сервисом RTX. Trimble Data Login для записи статики, Trimble License View, который позволяет по серийному номеру определить тату гарантии вашего приемника. И Trimble TerraFlex, которым можно управлять приемниками для GIS целей. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста.